15 октября 2020 года доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского района, Дошулу Джабраильского района, Эдиша Дудекчу, Эдилли Чирагуз Ходжевенского района. Об этом в тот знаменательный день написал президент Ильхам Алиев на своей официальной странице в соцсети Икс. В этот же день глава государства дал интервью турецкому телеканалу НТВ, где поделился сведениями об успехах на фронте. Азербайджанская армия, можно сказать, ежедневно проводит успешные операции. Общественность также информируется об этих операциях. Наша основная цель – восстановить нашу территориальную целостность. Поэтому основная цель на поле боя также заключается в освобождении стратегических высот от оккупантов и взятии под контроль больших территорий. Заявление, с которым я вчера выступил, в очередной раз порадовало азербайджанский народ. От захватчиков были освобождены три села Физулинского и пять сел Ходжевенского района. Должен также сказать, что под нашим контролем уже находятся стратегические высоты и в северном, и в южном, и в восточном направлениях. Наша успешная операция продолжается. На сегодняшний день, конечно, эти цифры ежедневно меняются. От оккупантов были освобождены около 40, а может и больше населенных пунктов, городов и сел. Наблюдая за успехами азербайджанской армии на фронте и осознавая свою беспомощность, Армения продолжила совершать военные преступления. 15 октября 2020 года противником был обстрелян Тартар. В результате умышленного тяжелого артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении кладбище во время похоронной церемонии в Тартаре. Общее число погибших среди гражданского населения с начала войны достигло 46, а пострадавших – 223 человек. «Армения, воспользовавшись прекращением огня, эксплуатируя его, совершила новые атаки на нас. Бомбардировке подвергся не только город Гянджа, но и другие наши города и села. Это военное преступление, террористический акт. Армения, как террористическая страна, еще раз показала свое лицо всему миру, в том числе на поле боя. После прекращения огня они, желая воспользоваться этой возможностью, совершили несколько нападений на Гадрут и попытались вновь оккупировать его, но не смогли сделать это и потеряли там много живой силы и техники. На нас вновь были организованы нападения в других направлениях – в Джабраильском районе, южном направлении Джабраила, вдоль реки Араз. Все эти атаки, естественно, были пресечены. Это показывает, что Армения неискренно и за столом переговоров. Поэтому, если эта грязная политика будет продолжаться в Армении, то они сами пожалеют». Азербайджан дал ответ на эту провокацию в зоне боевых действий. В результате предпринятых вооруженными силами Азербайджана действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое число живой силы. Два танка Т-72, один зенитный ракетный комплекс ТОР, четыре реактивные системы залпового огня ГРАД, четыре гаубицы, а также несколько беспилотников и автомобильная техника противника.